Добрый день! Сейчас мы находимся в Янюпе, это примерно 40 километров от Риги, это дачный кооператив, это Латвия. И я здесь хочу рассказать вам про один котел, Атмос, это пиролизный котел, в который мы установили вот эту замечательную горелку. Все считают, что в нее нельзя вставлять горелку. Мы раз примерно в две недели вставляем вот в такой котел гранульную горелку фироли, и в принципе люди очень довольны, многие годы она работает. Вот здесь я что хотел сказать, здесь несколько есть замечаний вообще в принципе по котельной, да. То есть когда мы ее запустили, то в этот момент получилось у нас, что на 80 градусов у нас перестала горелка работать, она отключилась по температурному датчику на котле, который по котловой воде. И далее у нас произошло следующее, что здесь вот стоит такой клапан, да, который пропускает только при 61 градусе, да, воду. То есть что получается, он крутит по малому кругу и на 61 градус тогда идет подача в дом. И здесь у нас произошло то, что у нас циркуляционный насос не крутит в дом. Что нужно сделать в этом случае, да, то есть у нас радиатор 30 градусов, а в котле 80 и выше, да, то есть нету циркуляции. В этом случае необходимо почистить фильтр грубой очистки. Напомню, что этой системе 15 лет вот этот вот фильтр, грязевик грубой очистки надо почистить, потому что он грязный и не дает циркуляцию на дом. И здесь есть еще один насосик вот такой, виловский, да, и вот он с правой стороны, вот этот, вот этот сейчас палец, вот этот вот насосик тоже, фильтр надо почистить. Он снизу откручивается ключом, вот, и там будет сеточка, которая явно будет забита, но не забудьте в обязательном порядке приобрести прокладочку, потому что когда вы обратно закрутите, я напомню, что системе 15 лет, то скорее всего вы, когда закрутите с той же прокладкой, она либо рассыпется, либо потечет. То есть вот этот клапан, напомню, для гранульной системы в принципе не нужен, то есть, ну, на наш взгляд. Почему? Потому что влажность у гранул 6-8%, а у дров 50, для дров эта штуковина нужна, а для гранул я считаю, что она не нужна. То есть, если убрать вот этот клапан, то получается, что до 61 градуса вы тоже в дом будете получать температуру. А так он, котел работает сам на себя и до 61 градуса он крутит по малому кругу сам на себя, а топливо все равно он какое-то тратит. В этом случае, если убрать вот эту деталь, то здесь можно вентилем просто закрыть вот это соединение между подачей и обраткой для повышения КПД нашей системы, чтобы тепло шло не само на себя в дом, ну, на котел, а шло в дом. Следующий момент, с которым мы столкнулись, это датчик SAUS, это температурный комнатный датчик, работающий через Wi-Fi. В этом случае мы что сделали? Здесь у нас есть окно, вот там вот вдали телевизор, то есть, из окна в окно мы его подключили, да, то есть, вот он, этот стационарный блок, да, а есть еще у нас блок в той комнате, и чтобы отверстие не сверлить, так как SAUS работает, как и любой другой датчик, в том числе и Siemens, и других фирм, да, то мы убедились в том, что стабильно работают, если, ну, в одном помещении эти все датчики находятся, или не больше одной стены, потому что садится батареечка, пока мы здесь все работает, но через месяц садится батарейка и начинаются какие-то проблемы. Ну, и напомню, что, так, ну, с датчиком, в принципе, все понятно, то есть, он работает из окна в окно, то есть, два окна преодолевает сигнал, и все у нас стабильно работает, это проверено уже 4 года, ВАДА же, ну, работает у мужчины, как мы делали. Вот, что еще? Здесь у нас всегда есть ножки с собой в комплекте, если мы в верхнюю дверцу ставим горелку, то получается, что мы вынуждены поднимать бункер, это может быть не очень удобно, но здесь у хозяев есть вот такая скамеечка, на которую можно встать и спокойно гранулы эти засыпать вот в такой бункер, высота примерно метр пятьдесят пять от пола. Значит, что еще можно сказать, что дом в данном случае сто двадцать метров, как обычно всех интересует расход, кто-то считает, что это экономичнее, чем дрова, ну, я так не считаю, потому что дровами топят один-два раза в день, да, там к температуре, в принципе, претензий нет на дровах, а тут горелка поддерживает круглосуточно двадцать два градуса, и поэтому расход на сто двадцать метров мы считаем, что шестьсот килограмм, это как нам рассказывают примерно семьдесят пять процентов клиентов наших любимых, вот, и что? Шестьсот килограмм в месяц, семь месяцев отопительный сезон, соответственно, четыре тонны двести килограмм будет уходить в год. Если у вас, как в данном случае, нету бойлера, то в этом случае у нас получается, что минус двадцать пять процентов примерно будет меньше расход, потому что нет у нас расхода, затрат гранул на подогрев горячей воды. Ну, и в данном случае мужчина смотрел хозяин с 2016 года, что является из известных мною, наверное, рекордом, потому что пять лет редко кто думал на вопрос, почему же он установил, решил установить горелку, потому что, в принципе, возраст и тяжело носить. И горелка в данном случае облегчит жизнь в десять раз, не надо будет всё время её так часто чистить, пиролизные котлы, они все, в принципе, очень сильно забиваются, даже с одной топки вы почистили, якобы вызвали даже, допустим, трубочисто, почистили дымоход, но всё равно в этом случае будет с одной топки забиваться дымоход, особенно горизонтальная часть и так далее. То есть в данном случае от гранул нет ни запаха, ни дыма, первые три дня всё это выгорает, и, в принципе, потом не будет на снегу таких чёрных каких-то пятен. Вот, и что ещё, это я всё сказал, это тоже, наверное, сказал. Вот, поэтому, в принципе, всех вам благ, до свидания.